Работают только начались и делаются, да? Да, я думаю, что на следующей неделе мы уже закончим. Здесь, в принципе, большая степень готовности. Осталось, чтобы пластиковую кровь поставить. Дела коммунальные. Четвертый год в Щелковский район ремонтирует многоквартирные дома по региональной программе капитального ремонта. За это время успели заменить кровлю внутренней инженерной системы в ста многоквартирных домах. Отремонтированное имущество комиссионно осмотрели депутаты районного совета во главе с председателем Надеждой Суровцевой. В 2016 году на кровле дома 5 по улице Комаров был выполнен капитальный ремонт мягкой кровли на площади 965 квадратных метров. Депутаты обратили внимание на то, как выполнен этот ремонт. Самое главное при капитальном ремонте обратить внимание на стыки и примыкание рубероида к основанию. Ведь от этого зависит, будут ли протечки. Но в этом доме нареканий у жителей нет. Областная программа капитального ремонта постоянно совершенствуется. На смену старым технологиям приходят новые. На кровли, где зимой образуется наледь, теперь используют несколько слоев утеплителя. Эти особенности в ремонте депутаты просят учесть исполнителей при формировании очередного плана ремонта. Те компании, которые занимаются этим ремонтом, они открыты. Открыты для диалога. Они не убегают, они не отстраняются. У них есть тоже свои проблемы. Они нам говорят, мы соответствующие коррективы вносим. Но мы не хотим, чтобы и более активно участвовала в этом и общественность, а именно Советы многоквартирных домов. Потому что вот заменить стояк, да, это же работа Совета дома. В прошлом году кровли, в этом подъезды. Хотя работы на лестничной клетке еще не завершены, технологии и применяемые материалы уже вызывают у комиссии одобрения. Программа «Мой подъезд», то есть ремонт подъездов, она в действии. Второй год эта программа реализуется. И жители очень хорошо отзываются об этой программе. То есть когда подъезд в порядке, когда он чистый, когда приятно заходить. И вот мы посмотрели, что управляющие организации, которые достойно ведут себя на этом рынке, они, конечно, стараются как можно более качественно выполнить эти работы. Комиссионные объезды – это еще и общение с жителями. Так, собственники дома 19 по улице 8 Марта в Жигалове обратились к депутатам с просьбой поторопить управляющую компанию с капремонтом инженерных сетей. В доме неисправна канализация. Если есть на сегодняшний день проблемы, есть запрос у жителей по фонду капитального ремонта, мы готовим протокол совместно с жителями. Жителями нам передают, а мы передаем в администрацию. В доме 4 по улице Сиреневой подрядная организация заменила внутренние инженерные системы. Новые трубы по всей длине укрыты в теплоизоляцию. В данном доме поменяли лежаки горячего водоснабжения, теплоснабжения, замена полностью реконструкции элеваторов, то есть полностью собрана, соответственно, задвижек входных. Следующий этап – ремонт стояков отопления потребует участия всех жильцов дома. Конечно, то, что программа капитального ремонта в действии, это очень хорошо, и ее нужно держать обязательно на контроле. Ее на контроле и на особом держат и губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев, и весь депутатский корпус от местного уровня до областного уровня. Если здесь вопросы и проблемы, конечно, есть. Есть вопросы и к подрядчикам, есть вопросы и к срокам, потому что мы сегодня задали вопрос, нам кажется, что на многих объектах, вот сейчас у нас в ремонте 15 МКД, на многих объектах подрядчики должны были уже выйти и ремонтировать, как минимум производить работы по замене кровельного покрытия, потому что не нужно относить это на осень или на зиму. И эти вопросы будем обязательно обсуждать на профильных комиссиях, обязательно задавать. До конца года в Щелковском районе по региональной программе капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, утверждённой губернатором Андреем Воробьёвым, запланированы работы на 82 многоквартирных домах. По 20 адресам к ремонту уже приступили. Михаил Налётов, Валерий Жеглеев, телерадиокомпания «Щелково». Продолжение следует...